Земля понемногу оживает. Там, где в начале недели было опасно даже появляться, сейчас мирно пасутся овцы. Карабахские пастухи выводят атары к свежей весенней зелени. У меня четверо детей, и все они служат на границе. А я здесь пасу скот, чтобы в семье было мясо и молоко. Мы живем домашним хозяйством. Конечно, мы рады прекращению огня. На дорогах в приграничной зоне появились автомобили. Люди едут проверить, целы ли их дома. После эвакуации в этом квартале остались только трое мужчин. Следить за своим и соседским хозяйством. Здесь есть электричество, вода, еда. Людей только нет. Когда летали снаряды, трудно было разобрать, с какой стороны стреляют. Но сейчас мы живем практически обычной жизнью, и наши женщины подумывают о возвращении домой. Надо только немного подождать и убедиться, что дальше будет тихо. Тишина рождает осторожную надежду. В том числе и на то, что решится судьба пленных. Они есть с обеих сторон. И на то, что можно будет забрать тела своих погибших. В Ереване всю неделю публикуют их имена и фотографии. Но главное, что удастся с поля боя вернуться за стол переговоров. Мы все время слушаем радио. Конечно, были положительны насчет того, что перемирие. И надеемся, это перемирие продлится надолго. В Ереване все больше разговоров не о том, кто первый начал, а как остановить это колесо. От уличных торговцев на знаменитом вернисаже до видных армянских композиторов рассуждают о формуле возвращения к пускай худому, но миру. Я музыкант. Мое дело обращаться к человеческим чувствам. Может быть, именно люди искусства могут способствовать тому, чтобы народы сблизились. У армянского народа нет ненависти к азербайджанскому. Может быть, есть обиды, может быть, есть какая-то память. Ну, что скрывать тут уже это самое. Я думаю, что все это нужно погасить как можно скорее. Почему нельзя дать разгореться этому огню, хорошо знают армянские беженцы из Азербайджана, которые жили там до трагедии конца 80-х, начала 90-х. Лидия Еремян с мамой Джульетты Опрессовной, как и десятки тысяч земляков, сбежали в Ереван. Из-за войны, которую не забыть до конца дней. Я не хочу, чтобы умирал ни один солдат, азербайджанец, достойный армянин. Я не желаю этого. Я хочу только мира. Я хочу, чтобы мы жили, мы соседи, мы должны жить рядом, друг с другом. Уважать. Если не любить, так хотя бы уважать друг друга. За мир на своей земле с утра до вечера молятся в армянских храмах. Здесь верят, как бы ни было тяжело, разрушенные связи нужно выстраивать заново, камень за камнем. Мы хотим, чтобы не было войны. Надо решить этот вопрос раз и навсегда. Сегодня это кажется невозможным. Но нужно сделать все для того, чтобы хотя бы наши внуки смогли найти общий язык. Найти общий язык пока не ушло поколение, еще заставшее мирную жизнь армян и азербайджанцев на одной земле. В нескольких армянских городах установлены мемориалы бойцам и мирным жителям, погибшим в Нагорном Карабахе. Эту часовню построили в Ереване еще в 90-х. С тех пор тлеющий конфликт продолжает уносить жизни людей. 28 лет между войной и миром доказали. Лучше договариваться, чем пытаться решить проблемы силой. Аллея Павших Героев. Знаковое место в Азербайджане. Здесь говорят, это мемориал всем тем, кто отдал жизнь за процветание и независимость республики. В Карабахской войне в начале 90-х погибло почти 12 тысяч азербайджанских солдат. И по разным оценкам от 170 до 800 мирных жителей. Это трагическая страница в истории обеих народов. Последнее обострение конфликта в начале апреля стало самым масштабным с момента подписания соглашения о бессрочном прекращении огня в мае 1994 года. Прифронтовая полоса. Каждая пять этой земли пропитана кровью. Территория, что неоднократно переходила из рук в руки в 90-х, снова стала местом ожесточенных боев. Сейчас военные колонны идут на восток, в противоположную сторону от так называемой линии соприкосновения, разделяющей азербайджанские войска и армию обороны Нагорного Карабаха. Перемирие в действии. Селение Алханлы в нескольких километрах от линии фронта. Местные жители демонстрируют воронки от мин и снарядов. Я шел в соседний дом к отцу, и тут раздался взрыв. Меня ранил осколком в ногу. Село большое, 3000 человек. С момента объявления перемирия здесь больше не стреляют. Местных жителей волнует главный вопрос. Надолго ли? Здесь каждый понимает, попытки разрубить Карабахский узел выльются в очередное кровопролитие. Его надо аккуратно распутывать. У нами Каджанатова интернациональная семья. Жена русская, он азербайджанец. Дети говорят на двух языках. Если исторический спор двух народов считает он строить на взаимных обвинениях, это будет путь в никуда. Бег по замкнутому кругу. Нам разницы нет, кто с нами живет. Азербайджанцы, армяне, грузины. Самое главное, что мы мир не жили. Насколько тонка грань между миром и войной, хорошо знают в райцентре Тер-Тер. 16-летняя девушка Турана Хасанли была младшим ребенком в семье. Она погибла ровно за час до объявления перемирия. Было 11 утра. Мы выскочили из дома, когда начался обстрел, и направились в укрытие. Она бежала за всеми, когда рядом раздался взрыв. Я обернулась, она была вся в крови и уже не дышала. Мы пытались помочь, но это было бесполезно. Мы молим Всевышнего, чтобы наша девочка оказалась последней жертвой этой войны, чтобы больше не гибли люди. Дальше терпеть все это просто невыносимо. Казавшиеся поначалу хрупким, перемирие все больше обретает черты полноценного мира. И говорившие о наступившем затишье, как о временной передышке, местные жители уже не так тревожно слушаются ночную тишину. Это окраина села Ахмед-Агалы в Агдамском районе Азербайджана. Долинец Прикосновения отсюда метров 500, не более. И несмотря на поздний час, вокруг тишина. Это значит, что перемирие, по крайней мере, на этом участке соблюдается. Причем обеими сторонами конфликта. Ведь еще несколько дней здесь было, по словам местных жителей, довольно горячо. Вот этот дом разрушен в результате боевых действий. В Баку всплеск патриотических настроений. На улице много молодежи с государственными флагами. От тех, кто, как говорится, пороху нюнюкал, можно услышать, что Карабах надо отвоевать во что бы то ни стало. Те, кто знает о войне не понаслышке, говорят о мире. Я воевал в Карабахе в 90-х. Я знаю, что такое терять товарищей. Я говорю, да, у нас сильная армия, и если надо, она защитит страну. Но сейчас нам нужны переговоры. Я за мирное решение конфликта. Я надеюсь, что Россия, президент Путин, сыграет важную роль в переговорах и принесет мир на нашу землю. Мир. Переговорный мир. Только мир. Нам нужен мир. Я не хочу, чтобы ни азербайджанские, ни армянские матери плакали по своим сыновьям и мужьям. Адиль и Корене Мамедовы в последние дни не отходят от телевизора. Он азербайджанец, она армянка. В 90-м году бежали от войны. Переехали из Баку в Россию. Село Гаврилово Владимирской области стало второй родиной для их троих детей. Они хорошо помнят время, когда армяне и азербайджанцы жили бок о бок. И в Ереване, и в Баку. Карабахский конфликт, уверенно, они кто-то подогревают извне. И верят, наступит время, когда два народа найдут общий язык. Они должны как два друга сесть. Извини, мы поругались немножко, да. Зайди ко мне, давай посидим, чай попьем, поговорим, разберемся. Все у нас хорошо. Давай будем продолжать дальше дружить. И все. А не надо вспоминать, что ты мне так сказал, а ты мне вот так сказал. Ну как, друзья, мириться? Так же помириться надо, и все. На этом закончить. Никому не нужен этот конфликт. Никому это горе даже не нужно. Ну, погибают же люди. Никому это не нужно. Мир нужен, и все. Мы за это. Распутывать клубок противоречий нелегкий и долгий путь. Но альтернативы нет. Ведь если плохо усвоены прошлые уроки, история преподает новые. И похоже, и в Баку, и в Ереване это все отчетливее понимают. Олег Шишкин, Иван Прозоров, Дмитрий Киановский, Андрей Леонов, Евгений Морозькин и Сергей Чивела. Первый канал Ереван. Баку.